итак приветствую вас дамы и господа с вами иллюминати инсайдер сегодня в харькове у нас 7 часов утра мы снова выбрались достаточно интересное место в котором мы уже кстати были вот и сегодня хотелось бы записать очень важную аналитику на тему самая главная опасность алкоголя это будет полезно начинающим алкашам тем кто только начинает также будет полезно я думаю маши это видео ну и много кому еще ну так вот самая главная опасность алкоголя номер один чтобы вы думали это прежде всего рост толерантности многие не придают этому никакого значения и относятся так ну как бы растет толерантность растет а некоторые еще не ощутили как она растет и чтобы привести ну как бы объяснить что это страшнейшее зло которое сопровождает употребление алкоголя я приведу такой пример который произошел недавно с одним и очень известным челом в конфаче в ордене конфать в дискорде орден адептов инсайдера ну так вот чел сидел просто да и решил выпить 05 балантаньца выдержанного виски такого бюджетного выпил 05 сидит сидит начал трезветь приходит к нему значит друг ну не друг а сосед и говорит это история анонимная да то есть я по напоминаю никто не знает о ком я говорю кто знает знает вы поняли ну так вот и сосед приходит и говорит что-то хочется выпить а пойдем с тобой выпьем и чел как бы он уже выпил 05 балантаньца он говорит о друг здорово конечно пойдем выпьем давно тебя не видел за знакомства ну а ты в итоге закончила все тем что они еще с другом выпили 05 и того один литр вместе один литр в день получился и чел потерялся просто и проебал ценные вещи значит чуть документы не проебал деньги чуть не проебал и ценные вещи проебал скажем так вот и казалось бы виноват сосед не купить всякими долбоебами да то есть друзей нету в реальном мире в интернете тоже то есть казалось бы но на самом деле виноват то кто виноват рост толерантности то есть человек например употребляет мухоморы он уважительно относится к мухомором типа но тоже мухоморы их надо уважать они же в земле растут это же сила земли и и по ебаный рот а бутылку значит уважать не надо блять правильно мы будем пить виски в среду в пятницу можно еще воскресенье блять потом похмелиться во вторник а еще в среду же дату и ну да вторник среда в принципе нормально два дня близко блять бутылку уважать не надо блять а мухоморы силовцы бы это же сила земли блять это надо уважать мускатный орех мы будем уважать это дала нам мать природа траву мы будем уважать а бутылка это так мы уважать не будем те эффекты которые нам дает выдержанный алкоголь виски коньяк зачем нам уважать это выпил 05 и еще 05 литр блять и потерялся нахуй конечно блять виноват кто угодно только не ты сам не не рост толерантности и отсутствие уважения к веществу данном случае к алкоголю до например я решил съесть мухоморы в пятницу вечер вечером съел 05 мухоморов 5 штук например огромных шляпок приходит сосед говорит о давно не виделись инсайдер давай пойдем с тобой еще мухоморов съедим потому что я угощаю а ты такой блять но я уже в принципе мухоморов съел пять штук блять но расщел зовет он как бы зовет на сходку потусить блять почему бы не пойти с ним да и еще пятерочку съел мухоморов да в итоге блять сумме 10 съел отравился мусценолом блять сердце остановилось нахуй пиздец так почему-то никто не делает все понимают как бы ну наркотическое вещество все-таки все дела это сила земли это мухоморы это мускатный орех это надо уважать а бутылку уважать не надо блять 05 выпил потом еще 05 за венцом надо сходить блять а потом еще за пивком можно сходить блять уважать это не надо блять конечно в данном случае отсутствие уважения к веществу да то есть балантаинцу например бутылочки она вызвана тем что у человека развил развилась толерантность просто-напросто к веществу например человек с 14 лет употребляет балантаинс аристократические виски блять и конечно толерантность все больше и больше и какое там уважение блять съел 5 шляпок мухоморов можно еще пять шляпок сдохну так сдохну да то есть как бы также героиновые наркоманы рассуждают укололся блять потом сосед пришел о давай-ка сейчас мы с тобой уколемся героинщиком давно не виделись я только что укололся ну ладно блять давай по одной все и еще разочек укололся героинщиком блять и сердце остановилось ну то же самое же как бы аналоги одна и та же вот все из-за роста толерантности в этом нельзя допускать роста толерантности пока вы еще молодые зачаточном состоянии находитесь а не допустить роста толерантности можно только одним способом прямо запишите себе блокнот это количество литров виски 40 градусов мы считаем количество литров в месяц вот это самый главный параметр и я могу это доказать и объяснить как это работает это простая математика понимаете это доказано все уже учеными рост толерантности зависит от количества литров в месяц и приведу такие гениальные примеры значит первый пример чел решил ну выпил 250 грамм виски например эффект хороший мне понравился да то есть как бы хорошо себя чувствую и в принципе похмелье нулевое почему бы не пить виски например ну через день до нагреть не будем каждый день ну через день и человек пьет понедельник среда четверг понедельник среда пятница воскресенье ну за восемь дней по двести то есть как бы четыре раза за восемь дней получается по двести пятьдесят граммов это первый пример и в итоге один литр неделю набежал за 8 дней неделю примерно один литр набежал это первый пример и второй пример а что же не пить да то есть по двести пятьдесят граммов почему бы и нет хорошая идея через день это взлом системы фактически да я обращаюсь к товарищу к одному конфаще орден иллюминат инсайдера взлом системы да почему бы так не делать по 250 граммов это один литр в неделю и второй пример например инсайдер пьет ну раз в неделю инсайдер алкаш да то есть как бы все думают что инсайдер алкаш хотя инсайдер и слова алкаш это две противоположные вещи инсайдеру да алкаш от каша еще блять идти 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 еще десятки десятки двадцатки лет блять и возможно он никогда не дойдет меня было полно способов как спится я почему-то не спился и жизнь отламывал у меня и так далее если человек не спился в молодом возрасте он уже не сопьется возможно да то есть ну будем считать что инсайдер алкаш там многие пишут там да ты там алкаш записываю видео там раз неделю алкаш не а то есть так такое как бы да хотя инсайдеры и слова алкаш две противоположности ну так ну ладно ну вот инсайдер пьет 500 миллилитров виски неделю 500 ну то есть посидел культуре надо то есть там выпил получил какие-то эффекты и все и пытается наслаждаться трезвостью там заниматься спортом такое как бы гулять природа то есть такое и получается пол-литра в неделю до месяц мужчина надо посчитать в месяц это будет два литра ли два литра виски для инсайдера и для первого примера по 250 граммов пьет как бы взломал систему четыре литра понимаете в первом примере по 250 граммов через день 4 литра в месяц этот человек уже алкаш это уже ну это пиздец уже на 4 литра блять ну просто в руки возьмите 4 литра и все это надо через печень пропустите обработать просто посчитайте 4 литра в месяц и во втором случае 2 литра в месяц разница в два раза понимаете хотя кажется что первый пример он более правильный человек не напивается он себя контролирует он просто чуть-чуть для эффекта для бодрости пьет 250 граммов но на практике оказывается что толерантность первом примере растет в два раза больше понимаете почему так происходит потому что толерантность зависит от ферментов печени если ты неделю не пьешь у тебя ферменты понижаются примерно на 10 процентов общее количество для расщепления алкоголь marching организм понимая зачем создавать фермент если алкоголь больше не поступает по факту если ты вторую неделю не пьешь а у тебя уже 25 процентов Ферменты понижаются в печени Если ты 4 недели не пьешь Месяц, то у тебя уже 50% Количество ферментов понижается То есть у тебя толерантность Чем меньше ферментов в печени Значит Тем Толерантность Толерантность уменьшается К алкоголю То есть алкоголь начинает действовать Как в первый раз Поэтому если ты Неделю не пьешь, то ты уже фактически Не алкаш, почему? Неделю не попил, 10% ферментов уменьшилось Толерантность понизилась Потом, например, заболел в конце недели Думаешь, да ладно, не буду пить уже Раз болезнь, там, грипп, например И вторую неделю не пьешь Хуяк у тебя уже 25% Уже 2 недели скипнул Минус 25% алкоголь уже Дает те эффекты, которые он бы мог тебе дать Если бы ты первый раз пробовал алкоголь То есть что-то похожее уже Потому что толерантность опустилась Ну как бы на дно Ну не на дно еще, на 25% Вот А если ты уже 2 недели пропустил То ты можешь в принципе и месяц не пить Там уже в принципе и не хочется после 2 недель И в первом примере Мало того, что у тебя толерантность растет Так у тебя еще и желание растет Ты пьешь через день по 250 грамм И это как бы как аппетит стимулирует Надо еще выпить, надо еще выпить Не выпил сегодня, надо еще чуть-чуть догнаться Еще 250 граммов Почему? Потому что у тебя уже 4 литра в неделю Ты уже достиг отметки 4 литра в неделю по факту Просто еще не понял это Ой, 4 литра в месяц уже достиг Просто этого еще не понял И люди совершают эту ошибку Снова и снова И в чем прикол? На каком-то этапе, если ты уже слишком пробил толерантность Например, как Григорий То там уже невозможно остановиться просто Толерантность уже так пробита Что ты начинаешь пить Уже выпиваешь 0,5 На следующий день снова 0,5 На следующий день снова 0,5 А там уже похуй сколько пить Уже там уже не можешь остановиться просто физически Потому что уже так пробита толерантность Что уже просто непреодолимая тяга появляется Понимаете? Вот И Вот это важный момент, который Все должны понимать Как растет толерантность Именно от количества литров в месяц Поэтому поверьте Инсайдер ничего общего с алкашами не имеет Привет вам От нас, от алкашей, кстати И вторая Главная опасность алкоголя Это Токсический эффект Который сопровождает алкоголь В частности Выдержанный виски Балантайнс Доказано научно Опять-таки Это я все изучил Что 0,5 0,5 виски 40 градусов Имеет токсический эффект Вот такой примерно Такой примерно эффект Имеет Ну незначительный На графике Если проследить Такой незначительный эффект И когда идет превышение Выше 0,5 в неделю То токсический эффект То токсический эффект Резко возрастает По кривой Он вот так вот идет Потом резко возрастает Примерный график Чтобы вы понимали И поэтому Инсайдер-то не долбоеб Понимаете Он все просчитал В общем-то И поэтому Как бы и остановился На отметке 0,5 Потому что Дальше токсический эффект Становится существеннее Гораздо существеннее И Отказывает не печень Потому что печень Это там надо вообще Пить 8 литров в месяц Наверное Может быть даже 10 Чтобы печень отказала А отказывает поджелудочная Там и рак поджелудочный Может быть И все что угодно И поджелудочная Страдает быстрее И приходит В негодность Быстрее Чем печень Понимаете И поэтому Те у кого там Больше 4 литров В месяц Там уже Скорее всего Поджелудочная Просто Сдохнет Гораздо быстрее Чем печень Это надо понимать Токсический эффект И С какого количества Он возрастает Существенно Поэтому Чтобы преждевременно Не сдохнуть Мы опять возвращаемся К первой Самой главной опасности Алкоголя Это росту толерантности Нужно Что бы то ни стало Не допускать Понимаете Роста толерантности А для этого Надо пить Только Раз в неделю Только Лишь И избегать Попадания Алкоголя Потому что Ты в среду Например Похмелился Тебе еще хочется В четверг Немножко выпить 250 граммов Вот И так далее И пошло По кругу И в итоге У тебя там Ооо За месяц Набежало Уже там Да не 4 литра Уже 5 литров Как у некоторых Любителей Балантайнца Да то есть Человек просто Не замечает А мой подсчет Никакой Не ведется И так далее И преждевременно Просто Ну Человек Подохнет Блядь От повреждения Прежде всего Поджелудочного Вот Если Не считать Количество выпитого Поэтому Количество выпитого Надо считать И для этого Обязательно Такой бонусный Топ Лайфхак Нужен Мерный Стаканчик Понимаете Обязательно За доллар Купите Мерный Стаканчик И Это алкоголь Там Балантайн Наливайте Только Мерный Стаканчик Чтобы Было Сразу же Понятно 100 грамм 50 граммов И Вы Увидите Сразу же Как растет Толерантность Например Хватало Вам 400 Миллиграммов Вы наливали Мерный Стаканчик И Потом Вы Вам Не хватает 400 500 400 Граммов Уже 450 Ага Толерантность Выросла Ага Возможно Надо сделать Какую-то Паузу Например Две недели Без алкоголя То есть Немножко Спортом Заняться Может быть Как-то Отдохнуть Вот И Делаешь Паузу Как бы Чтобы Уменьшить Толерантность Чтобы Тебе Снова Хватало Этого Количества Алкоголя А если Безмерного Стаканчика Пить То Вы Выпьете Будете Пить Пока Не отрубитесь Понимаете То есть Уже будете Блевать Лежать И все равно Будете Пить Продолжать Там Вообще Жестко Поэтому Только Мягный Стаканчик И контроль Выпитого В месяц И в день Вот На этом У меня Все Занимайтесь Спортом Отдыхайте На природе Ищите Красивые Места Записывайте На подкорку Сознание Всем успехов Удачи Покедова Удачи 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 Удачи